В Буэнос-Айресе жаришка, потому что, во-первых, реально плюс 35, а на выходные будет даже плюс 37. А во-вторых, тут начался скандал с тем, что на границе задержали беременных из России. Вот, они там зависли на довольно продолжительное время. Больше всего слухи, то есть не очень понятно, что там конкретно происходит. И сегодня вот должен вообще состояться протест перед президентским дворцом. Вот я хочу сходить, посмотреть, что вообще там будет происходить и как демократия происходит в этой стране. Действительно, ничего irrelevant. Да, конечно, это так. Поэтому вы приехали здесь. Это просто не выдержит женщин. Я знаю, это же. Просто не выдержит женщин в аэропорте. Да, да. Ну что, вот так вот проходят протесты в Аргентине. Мне кажется, самое большое удивление для людей из России в том, что когда ты выходишь, а тебя при этом не вяжет сразу же полиция, ну окей, стоишь, хорошо, потом вот журналисты подтягиваются, тоже вопросы какие-то задают, и в целом все супер миролюбиво. Вот она демократия. И смотрите, как в итоге здесь все работает. Вот это сегодняшний номер Аланасьон, вот здесь уже фотография, большая статья, где-то тут на 22-й странице. Ну вот, вот такого вот размера статья, есть общая статья о том, что вообще происходит, есть отдельный кусочек про то, как прошел протест, что говорили люди, чем они там были озадачены, озабочены. Вот, то есть все написано. И самое главное, что Аргентина – это страна, где законодательная, исполнительная, судебная власти и СМИ – это как бы разные абсолютно вещи. И они между собой, конечно, взаимодействуют, но они друг на друга не влияют напрямую. В этом вообще есть принцип разделения властей, ну и СМИ как четвертая власть. Появляется какой-то вопрос, СМИ это освещают, дальше уже будет что-то происходить в вопросах, может быть, изменений законодательства или еще что-то, но это все равно, это должен быть общественный какой-то консенсус, это будет обсуждаться и потом будет приниматься какое-то решение. А не просто, что кто-то захотел и быстренько оп-оп-оп, все, новые законы и все. Вот в этом большие плюсы настоящей демократии. СМИ СМИ СМИ